У 90% заболевших коронавирусом Во время новой вспышки в Москве найден мутировавший индийский штамм Власти говорят все из-за нигилизма россиян Об этом не только поговорим в ближайшие минуты В студии Елена Чехомова, это Давича, здравствуйте Когда лифт не работает полгода Жильцы нескольких домов пожалели о капитальном ремонте дома Еще несколько десятков зданий его и вовсе в этом году могут не дождаться За цвет волос лишили пятерки За сережку в ухе сломали кости черепа Что такое дискриминация по внешности в современной России Истории из жизни Отсыревшие подвалы, забитая мусором вентиляция Некоторые дома под управлением Ленинской управляющей компании В ужасном состоянии, жалуются кировчане Но отказаться от услуг организации не могут В чем проблема? Турцию могут открыть уже в июле Оперштаб по борьбе с коронавирусом обсуждает сейчас эту идею В Шабалинском районе пьяный мужчина утонул вместе с трехлетним сыном Трагедия произошла в деревне Мехненке накануне вечера Как установили полицейские, супруги распивали алкоголь на берегу пруда Рядом находился их трехлетний сын Около 20 часов женщина ушла Супруг остался и решил научить трехлетнего сына плавать Оба утонули Позднее очевидцы заметили в водоеме тело мальчика Тело мужчины нашли через несколько часов Следственный комитет возбудил уголовное дело Что не день, то очередной рекорд В России больше 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом Только в Москве больше 9 тысяч Впервые с декабря По словам мэра столицы Сергея Собянина У 90% заболевших коронавирусом во время новой вспышки найден индийский штамм В столице ввели новые ограничения Власти приняли решение закрыть танцполы и фан-зоны для болельщиков Коснулись ограничения и массовых мероприятий На них может присутствовать максимум 1 тысяча человек Посещать бары и рестораны в ночное время смогут только привитые граждане С 19 июня несколько десятков московских ресторанов начнут тестировать свободные от ковида зоны Так называемый формат ковид-фри Для их посещения потребуется QR-код с сайта госуслуг, подтверждающий вакцинацию Все сотрудники таких ресторанов будут привиты На этом фоне странно прозвучит следующая информация Как говорится, ну а вдруг Российские путешественники уже в июле, возможно, смогут отдохнуть на побережье Турции Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на свои источники Сейчас обсуждается вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией во второй летний месяц В этом направлении могут открыть 7 рейсов в неделю Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, уровень заболеваемости коронавирусом в Турции идет на спад В то время как курорты российского юга оказались перегружены Это способствует распространению коронавируса Однако окончательное решение еще не принято Сейчас в Турции находится делегация экспертов российского штаба по борьбе с коронавирусом Они оценивают безопасность отдыха в этой стране На календаре середина июня с начала 2021 прошло полгода А данные по капремонту не радуют Работы завершены только по 86 домам А всего в этом году должны отремонтировать 803 здания То есть готовность чуть больше 10% Конечно, по сотням домов идут проектные, сметные работы Но ожидать к концу года готовности по всем восьми сотням объектов Не приходится, уверяют наши эксперты Их мнение, а также точка зрения жильцов в нашем сюжете Пока вот были старые лифты Вообще горе не знали, что люди ходили пешком Ни разу не видели, никаких жалоб не было А сейчас... Расстраивается не только Елена Андреевна Но и все жители 13-го дома на Конево Еще в октябре по программе капремонта У них начали менять лифты Новые должны были запустить в декабре Но встретить Новый год с комфортом Жильцам дома так и не удалось В лифтах стали ездить лишь в марте Но до сих пор они работают со сбоями В кабинах застревают жильцы Они уже в УНФ обратились Ездить боятся Очень часто пешком ходят люди Особенно старушки, которые на 8-9 этаже Они вот они как говорят Мы как в тюрьме отсидели Вы представляете старушки На 8 этаж подняться При этом стоимость работ по контракту 15,5 миллионов рублей Учитывая огромную задержку с пуском лифтов Жильцам дома в фонде капремонта пообещали Подрядчику выпишут штраф По данным жителей Он недополучит больше миллиона рублей Только куда пойдут эти деньги? Собственнику квартиры Константину Платонову Пришел официальный ответ на этот вопрос Причем в письме ни слова не говорится о том Что эта сумма будет возвращена в так называемый общий котел А если не будет возвращена Соответственно фонд по сути ворует у дома И это лишь одна из проблем фонда капитального ремонта Тему жарко обсуждали на заседании областного законодательного собрания Получается нарушение сроков и штрафы фонду на руку Заключили депутаты Вот представьте Фонд, например, запланирует премии руководящему составу Ну, например, да При этом на существование фонда Деньги выделяются из бюджета Ну, то есть 40 с лишним миллионов выделили Все, больше нет А если штрафами насобирали Ну, почему бы и на премии их, например, эти деньги не потратить При этом это деньги жильцов Штрафы, что такое штрафы? За некачественные работы, которые надо устранять Законодательство пытаются изменить Чтобы все штрафные деньги уходили обратно в общую копилку Шли по прямому назначению Но пока понимания нет В прошлом году у вас был выбран новый руководитель регионального оператора Мы с ним очень хорошо общались И он действительно хотел изменить ситуацию в лучшую сторону У него были определенные деньги Но, к сожалению, у него нет полномочий сменять нормативные документы И это именно как раз полномочия уровня региона Законодательная либо исполнительная власть Но, к сожалению, он поддержку со стороны тех и других не нашел Поэтому вынужден был уйти То есть Кировский фонд опять без руководителя Уже который раз с начала реализации реформы А проблемы все те же Дома делать не успевают Они переходят из прошлого года в нынешний Из нынешнего в следующий А цены при этом не стоят на месте Собственники насобирали средства Не смогли провести ремонт А сейчас сталь в два раза вверх Дерево в два раза вверх Стоимость работ соответственно И сейчас то, что было собрано И хватало, например, на ремонт фундамента дома Сейчас хватать уже не будет Если бы мы быстро все выполняли И те сметы, которые закладывались И сразу же бы они реализовывались Такой проблемы, я думаю, что не возникло Но так как мы сначала делаем сметы один год А на второй год мы начинаем реализовывать те объекты Понятно, что за этот период времени все дорожает А ввиду повышения цен Снова поднимается вопрос о росте тарифа Наши спикеры уверены До выборов, а значит до сентября Плату скорее всего не повысят А вот осенью очень вероятно Елена Чехомова, Алексей Зырянов Бюро новостей ДАВИЧа Кировчане, дома которых обслуживает УК Ленинского района Не могут избавиться от этой навязчивой организации В редакцию ДАВИЧа обратились жители дома Горького 56 Люди жалуются, что вот уже несколько месяцев Пытаются уйти под управление другой компанией Но им постоянно, что называется, вставляют палки в колеса А еще буквально хамят Моя коллега Ульяна Издакова не терпит хамства Отправилась сегодня разбираться в ситуации А за одним выяснила, как законными способами Перейти в управление другой организацией Практические рекомендации в нашем следующем сюжете Все трубы гнилые То есть все прогнило напрочь Того и глядит, все это побежит и будет поток Гнилые трубы, плесень и крысы в подвале Далеко не единственные проблемы дома на Комсомольской 27 Рассказывает его жилец Александр Гамберг Всех бед не перечесть Подъезды из-за постоянной влажности в подвале Оцаревают Крыша течет, во дворе вечно грязно Асфальт разрушился, а ветки старых тополей Падают прямо на припаркованные машины Дом и придомовая территория Медленно, но верно разрушаются Сокрушаются жители дома У Калининского района, в управлении которой Здание находится с 2014 года На жалобы и просьбы людей не реагируют Жители обращались в прокуратуру, госжилинспекцию, Роспотребнадзор и МЧС Все без толку Если старяк нам не ходят в подвал работать Так сляпают на месяц, на два То опять все это пробивают Они ничего не делают Когда у нас тут идут дожди Здесь вообще вода Хоть в резиновых сапогах ходить Только надо, получается, спинка Все время там подавать На них, не знаю, заявки писать Жалобы подавать Не знаю, уже сто раз звонить им Получается, когда выйдите Когда исполните свою заявку Неудивительно, что ничего не делается Объяснил член регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев У Калининского района находится в стадии банкротства Лицензия у компании отозвана Управлять домами фактически она не имеет права Однако пока дом не перейдет в другую УК Деньги за коммуналку по-прежнему будут капать Насчет УК Ленинского района По сути, судьба дома зависла в воздухе Но у жителей есть два варианта Либо промолчать И тогда их судьба будет решаться муниципалитетом Это будет объявлен конкурс Если конкурс не состоится, то будут переданы В муниципальную управляющую компанию Второй вариант у людей Это самим собрать общее собрание И выбрать управляющую компанию Жители Комсомольской 27 еще в мае решились на второй вариант Провели собрание, большинством голосов выбрали другую УК Подали документы в ГЖИ Однако ведомство протокол с подписями завернуло обратно ГЖИ начала придираться к тому, что вроде бы как И номера этих свидетельств регистрации собственности не предоставлены Где-то они какие-то поддельные заметили подписи Скорее всего, да, какая-то коррумпированная составляющая здесь есть Раз они тормозят этот процесс и не хотят, чтобы мы перешли То есть они хотят продолжать с нас собирать деньги и дальше Перейти в другую обслуживающую компанию реально успокоил юрист Главное соблюдать закон и действовать по уму Проводить собрание собственников, фиксируя все на видеокамеру Предоставлять в ГЖИ только оригиналы документов с живыми подписями Обжаловать решение ГЖИ в прокуратуре В конце концов скинуться всем домом и нанять юриста Который будет представлять интересы жильцов в суде Еще один вариант – установить в доме так называемый режим самозащиты Они должны, допустим, придумать некий фонд временный И все платежи, допустим, складывать туда То есть назначить ответственные лица Просто я не вижу смысла платить управляющей компанией Когда придет потом другой человек и скажет Вы мне заново заплатите за ту же самую услугу Потому что я, видите, с управляющей компанией ничего не получил Вместе с жителями мы попытались пообщаться с руководством УК Ленинского района Главный инженер с нами разговаривать, мягко говоря, отказался Однако после нескольких телефонных звонков секретаря На диалог согласился арбитражный управляющий Он заявил, мол, да, компания банкротится А по закону о банкротстве не все работы могут быть ею выполнены В отношении граждан по Косомольской 27 в рамках закона действующего Мы с ними разбираемся То есть и ответы на их обращение мы дали Что касается предписаний и тому подобной уборки территории Там работа ведется, никаких претензий нет Мы против ленинской компании Долой ленинскую компанию Ульяна Ездакова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича Больше года эту компанию возглавлял Дмитрий Никулин Да, тот самый, которого сейчас судят за махинацией В Центральной диспетчерской службе и компании электронной проездной В последнее время Дмитрий в открытую рассказывает Как создавались преступные схемы и на что тратились похищенные миллионы Дает признательные показания В общем, очень много говорит, в отличие от других фигурантов дела Что это? Искреннее раскаяние или желание избежать большего срока? Об этом сам Дмитрий Никулин расскажет в новом выпуске программы «В смысле» в это воскресенье в 19.00 10 миллиардов рублей Не знаю, не мое, подбросили Обманывали-то всех горожан, обманывали народ, вообще обманывали всех жителей Цель была выводить деньги Куда вы дели эти 20 миллионов? Вот давайте прям конкретно Сказано было, что потеряйся, данное дело развалим Они все-таки были как бы пешкой в этой игре Просто помогите, раз вы подельники, такие, ну помогите мне просто в беде, мне плохо За цвет волос лишили пятерки, за сережку в ухе сломали кости черепа За что дискриминация по внешности в современной России? Реальная история из жизни Об этом не только поговорим во второй части нашего выпуска Не переключайтесь У вас защита диплома была хорошая Но зеленые волосы все испортили Вот дословно именно так студенты Уральского политехнического колледжа Заявили на защите дипломной работы Комиссия снизила молодому человеку оценку за внешний вид Педагогам не понравился его цвет волос и пирсинг Моя коллега Зоя Попцова решила разобраться Действительно ли у нас в стране до сих пор встречают по одежке Зоя, добрый вечер Так получается, внешний вид у нас важнее знаний? Ситуация со студентом Уральского политехнического колледжа Вывод именно такой Комиссия оценила не знания, а внешность И указала на недостатки студента Также по информации в сети Преподаватели учебного заведения Неоднократно уже отпускали шуточки в адрес этого студента По поводу его внешнего вида Но вот позволительный ли это Я сегодня спросила у наших кировских преподавателей Давай послушаем Если вы его допустили в таком виде к экзамену И он показал отличное знание То надо ставить оценку за знание Снижать в данном случае неправильно, некорректно Я думаю, не допустим А если он нарушил ваше внутреннее требование К тому, как должен выглядеть студент И явился на экзамен в таком виде Вы, наверное, имели право его не допустить При этом Игорь Олин добавил Что если их ученики в школу приходят Ну там с цветными волосами Их сроков, естественно, не выгонят Но классный руководитель может провести профилактическую беседу Но опять же, здесь нужно быть очень корректным в высказываниях Чтобы у ребенка не было какой-то травмы Вот подобная ситуация произошла недавно в Кирове Со школьником Степан Он пришел в школу с желтыми волосами Я пришел в школу И мне учительница сказала А вот зачем ты покрасился? Она сказала, завтра мне скажешь Я испытывала очень большое такое Как сказать Ну, неудобно мне было То есть, стыдно даже немного Доходя до того, что люди с нестандартной внешностью Не отделываются замечаниями Так, в Санкт-Петербурге юноша из-за внешности попал в больницу Его избили двое мужчин из-за серьгевухи Хулиганы решили, что 16-летний парень перед ними гей Повалили его на землю И нанесли не менее 20 ударов по голове Это вообще что-то такое, знаешь, из ряда вон Мне кажется, что сейчас в современном мире Как-то оценивать человека по внешнему виду У нас сейчас бизнесмены, известные люди Одеваются довольно просто Ну, как бы Часто не соблюдают дресс-код Экспериментируют с внешностью И, честно говоря, ну, удивляют У нас до сих пор получается, что встречают по одежке Даже специалисты считают, что внешний вид начинает говорить о человеке раньше, чем он сам Это происходит потому, что в первую очередь мы оцениваем человека глазами Согласно исследованиям, больше 70% работодателей при приеме на работу Обращают внимание на внешность кандидата В трудоустройстве часто отказывают Из-за наличия татуировок, пирсинга, пластических операций, прически веса и даже роста Многие работодатели считают, что человек с нестандартной внешностью Не сможет быть лицом предприятия Все зависит от того, какой формат бизнеса, какая сфера и какая отрасль Если мы говорим о таких достаточно свободных и не очень формальных бизнесах Как ресторанный, гостиничный, может быть, творческий Если мы говорим о дизайнерах, копирайтерах, людях творческих профессий К ним, конечно, уровень требований существенно мягче Сегодня у меня состоялась беседа с двумя молодыми людьми, у которых есть татуировки на лице Один из них – это мастер тату, а второй – это тренер в тренажерном зале Как реагируют на них? Давай послушаем Перенимается от больших городов принятие людей с нестандартной внешностью И становится все намного лучше А на улице вообще как люди реагируют? Смотрят, смотрят, тыкают пальцем, обсуждают Это преграда вот сейчас, в данное время, пока еще в Кирове Если брать татуировки выраженным на лице, это преграда в трудоустройстве по работе по найму У старшего поколения работодателей спрашивали, не дуал ли я срок Все, а как бы больше спрашивали про мои профессиональные какие-то умения Лишнее внимание со стороны правоохранительных органов может быть Раньше бывало такое, ты придешь в продуктовый магазин И охранники, которые там есть, они за тобой более пристально следят, чем за другими Кстати, уральскому студенту с зелеными волосами все-таки вернули пятерку за дипломную работу Правда, только после того, как это все было обнародано в сети интернет Ну что ж, справедливость восторжествовала Спасибо, а мы продолжаем Сделать прививку, чтобы избежать серьезных осложнений от COVID-19 Настоятельно рекомендуют кировские медики Ситуация в регионе осложнилась, а вакцинация, отмечают в областном правительстве Это единственный способ избежать введения ограничений Как она проходит и где можно сделать прививку, смотрите далее В мобильном пункте вакцинации на Театральной площади с самого утра очередь на прививку Многие пришли ставить первый компонент спутника ВИ Есть и те, кто уже переболел и пережить подобное Второй раз страшно делятся кировчане Лучше вакцинироваться, чем второй раз переболеть Смотря как в больнице, как у многих вообще очень тяжело проходит И сознание теряет, и падает, и переводит в другие Немного жутковато и страшновато становится Российской вакцине кировчане доверяют, говорят многие знакомые Уже сделали прививку и чувствуют себя хорошо Отзывы только положительные, после чувствовали себя хорошо И ничего, все хорошо Она эффективна, эта вакцина, тем более прошли все уже клинические испытания У нас многие на работе уже сделали, поэтому Все как бы, сомнений нет никаких по поводу самой вакцины Ситуация с коронавирусом в регионе осложнилась в больницах Все больше младых пациентов, возраст которых 20-30 лет И прививка – это гарантия того, что человек не окажется в реанимации Мы прививаемся во время срождения не только от новой коронавирусной инфекции Человечество существует давно, и благодаря вакцинации мы победили, в общем-то, большое количество пандемий Вакцина эффективная, она работает Она есть в нашем арсенале Это реальный инструмент, в общем-то, который нужно использовать У нас есть три вакцины, которые находятся в Кировской области Это спутник ВИ, это эпивак и ковивак Я сразу хочу сказать, что эти вакцины безопасны Потому что ни одна из них не задержит живой вирус Поэтому эти вакцины способствуют выработке антител И защите нашего организма от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции В Кирове прививку можно сделать в поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации На театральной площади он работает ежедневно по будням с 9 утра до 5 вечера В парке имени Кирова принимают кировчан с часу дня до 8 вечера В областном правительстве отмечают, что масштабная прививочная кампания Поможет избежать введения карантинных мер Следить за новостями можно также в наших социальных сетях Пишите, присылайте свое видео Номер вы видите на экране А у меня на этом все В студии работала Елена Чехумова Всего вам доброго До свидания Благодарим за поддержку специализированного застройщика Кировспецмонтаж Субтитры создавал DimaTorzok